В 1983 году на Южном полюсе астрономы НАСА Томас Ван Фландерс и Ричард Харрингтон зафиксировали в телескоп странное небесное тело. На расстоянии 14 миллиардов километров от Солнца движется некая планета размером в 4 раза больше, чем земной шар. Она летит к нам. Ученые установили, планета Нибиру вращается вокруг ближайшей к Солнечной системе остывающей звезды, так называемого бурого карлика. И имеет сильно вытянутую эллиптическую орбиту. Раз в 3600 лет Нибиру проходит рядом с Землей, и земное ядро реагирует на это сближение сильнейшими катаклизмами. Уже два раза планета приближалась к Земле, вызывая гибель всего живого. Ученые предполагают, ледниковый период и всемирный потоп могли быть спровоцированы именно приближением Нибиру. Через полтора года планета, несущая смерть, приблизится к Земле в третий раз. Сейчас, в мае 2011 года, ее уже можно увидеть невооруженным глазом. На ночном небосклоне она выглядит, как вторая Венера. В конце мая этого года Нибиру станет самым ярким объектом неба после Солнца и Луны. В мае 2012 года она начнет сиять ярче Луны, а угловой размер ее диска лишь немногим уступит Солнечному. 23 декабря 2012 года Нибиру будет выглядеть, как второе по размеру Солнце. В этот день она войдет в эклиптику Земли. Именно 23 декабря 2012 года указано в календаре Майя, как последний день земной цивилизации. Меня зовут Анна Чаплин. И я начинаю расследование. Планета бунтует. Целые города стираются с карты Земли. Сможем ли мы выдержать атаку? Можно только спрятаться, скрыться, но скрыться будет некуда, потому что это глобальная катастрофа. Магнитное поле ослабевает. Земная ось сместилась на 17 сантиметров. Сутки сократились почти на 2 секунды. Эти изменения идут слишком быстро. Человек веками пытался обуздать природу. Океаны засорили, землю испоганили, атмосфера вся заражена. И забывал о главном своем предназначении. Человек, ты не бог. Продолжит ли земная цивилизация свое существование? Мертвая территория, как декорация к фильму катастрофы. Кто претендует на нашу планету? Это элементы конструкции, треси. И кто нас спасет? Братья по-разному, они рядом. Тайны мира. Апокалипсис. В современных мексиканских календарях 2012 год заканчивается не 31 декабря, а 23. Уже несколько лет мексиканские типографии печатают календари только до 23 декабря. Декабря 2012 года. Эту дату определили племена майя. По их летоисчислению в этот день мир перестанет существовать. На этот же временной период указывал и Нострадамус. Как на наиболее вероятный конец времен. Священники всех конфессий подтверждают. Почти все признаки конца света, указанные в священных книгах, сегодня налицо. И наконец, ученые свидетельствуют, катаклизмы, происходящие сейчас на земном шаре, наблюдаются впервые за всю историю человечества. Неужели это действительно конец света? В последние годы нашу планету лихорадят, как никогда. Ученые бьют тревогу. Такого количества природных катаклизмов и в таком масштабе не было за всю историю человечества. Планета бунтует. И мы ничего не можем противопоставить ее атаке. Цунами. Землетрясения. Пожары. Природные катастрофы разрывают землю. А те, где гибнут не тысячи, а сотни, уже даже не упоминают в новостях. Никто сегодня не может остановить ни извержение вулкана, ни ураган, ни цунами. Можно только спрятаться, скрыться. Но скрыться будет некуда, потому что это глобальная катастрофа. В Якутии проваленные трубы газопровода. Они рушатся, потому что тает вечная мерзлота. Необъяснимое явление. Из-за этого города практически уходят под землю. Бугры. Это вот такое видимое в городах проявление протаяния вечной мерзлоты, потому что неравномерно, естественно, грунт начинает себя вести. Гаити. 2010 год. Неслыханная эпидемия холеры. Болезнь, которую, казалось, человечество победило сотни лет назад. Погибло почти пять тысяч человек. Одна из главных проблем в том, что эти изменения идут слишком быстро. И мы не можем замедлить эти процессы. Зима 2010 года. На глазах жителей Америки, Швеции, Италии, Турции и Франции прямо с неба сотни пернатых падают на землю мертвыми. Массовая гибель птиц повергла людей в шок. Они до сих пор не понимают, почему это произошло. Заводчик голубей в Москве Юрий Шетманюк уверен, массовый падеж птиц, который произошел в США и Европе, это тревожный знак от самой матушки природы. Ей надоест когда-нибудь народу делать подарки. И она также будет наплевательски относиться к нам, как мы к ней. Лето того же 2010 года. Полыхает вся центральная часть России. Деревня Верхняя Верия Нижегородской области сгорела дотла за 15 минут. Погибло 40 человек. Настолько была паника, настолько было вот какое-то отчаяние, когда со всех сторон какой-то темнота страшная. Пожар действительно, как страшный зверь, съедал все на своем пути. Лидия Киселева потеряла в огне дочь. Она не успела выбраться из горящего дома. Мой дом первый загорелся, а потом их стал гореть. Она говорит, я не могу утешить. Пенсионерка уверена, тот пожар – наказание людям. Это как по Библии вам рассказать. Семь этих ангелов. Вот они будут в чаши выливать свои ангелы. Там вылили, у нас вот пожар. В другую сторону вылили, там наводнение. Лидия Андреевна цитирует Библию. Откровение Иоанна Богослова, в котором описывается конец света. С неба падет на землю огонь, мор и великая сушь. Москва, 2010 год. Такого лета не ожидал никто. Природа будто сошла с ума. Запредельная жара за плюс 40. Смог атаковал город и окрестности. Укрыться было негде. Не спасали ни марлевые повязки, ни закрытые окна. Москва задыхалась. Все морги были переполнены. В эти месяцы умирали во сколько-то раз больше людей, чем обычно. Московский смог, усугубленный жарой, унес жизни 54 тысяч человек. Это равно численности населения сразу шести городов, таких как, например, Суздаль. Ученые уже не раз предупреждали. Магнитное поле Земли ослабевает. Вот уже 150 лет. На сегодняшний день оно стало меньше уже на 10-15%. В итоге этого процесса, считают ученые, магнитное поле практически исчезнет. А затем возникнет вновь. Но стрелки компасов уже будут показывать вместо южного полюса северных. Если оценить примерно скорость изменений, которая сегодня происходит в тепловом балансе нашей планеты, то можно сказать, что если мы не будем предпринимать никаких мер, то через 200-300 лет мы можем достичь такой точки, когда жизнь на нашей планете будет невозможной. Климат уже меняется. Это чувствуют все. Срабатывает так называемый парниковый эффект. Год от года увеличивается количество выделяемого углекислого газа, он скапливается в биосфере, и, как следствие, температура растет. Такими темпами, предупреждают ученые, уже через пару веков на Земле будет температура в 100 градусов, как сейчас на Марсе. Возможно, какие-то остатки человечества могут сохраниться в лункерах на какое-то время, но только до тех пор, пока последний кондиционер не сломается. Люди бессильны перед природной стихией. Мы пока держимся, но надолго ли нас хватит? Неужели человечество доживает свои последние дни? Что-то такое страшное надвигается. И вот всякие природные катаклизмы, которые мы в последнее время наблюдаем, они, в общем-то, являются знамением, которое, значит, вот говорят о приближении, на самом деле, серьезной катастрофы. Я расстрою все тайны. Это древнешумерское изображение Солнечной системы, сделанное около 6 тысяч лет назад. В центре Солнца, окруженное известными нам планетами. Но между Марсом и Юпитером изображено большое небесное тело. Его-то шумеры и называли Нибиру, что означает пересекающая или блуждающая планета. Нибиру входит в Солнечную систему раз в 3600 лет. И каждый раз это вызывает огромные катаклизмы. По древнешумерскому преданию, именно столкновение с Нибиру превратило в пояс астероидов планету Тиамат, некогда 11-ю в нашей Солнечной системе. Именно из-за сближения с Нибиру, как предполагали астрономы древности, Уран, Нептун и Плутон стали мертвыми планетами и лежат на боку. Когда Нибиру оказалось между Венерой и Землей на расстоянии всего 12 с небольшим миллионов километров, на нашей планете начался всемирный потоп. Земная цивилизация и большая часть растительного и животного мира прекратила существование. Естественно, что те события, которые происходили в прошлом, не были связаны с антропогенной деятельностью. Но тем не менее, какие-то катастрофические события в прошлом тоже происходили. Дата очередного сближения Нибиру с Землей на самом деле точно неизвестна. Астрономы делают разные прогнозы. 12, 21 или 23 декабря 2012 года. 13 февраля 2014. 14-го. 14 февраля 2013-го. Но большинство исследователей сходятся в одном. Когда Земля окажется между Нибиру и Солнцем, произойдет глобальный катаклизм. Магнитные полюса могут значительно сместиться, наклон планеты изменится, сильнейшие землетрясения и цунами накроют все континенты. Ядро Земли уже реагирует на приближение смертоносной планеты. Повышается температура в океанах всего мира. Увеличивается вулканическая активность. Растет число землетрясений. Это уже привело к тому, что земная ось сместилась на 17 сантиметров, а сутки сократились почти на 2 секунды. Казалось бы, мелочь, но при смещении оси ядро Земли сближается с мантией нашей планеты. Из-за этого еще больше возрастает количество землетрясений, извержений и цунами. Как следствие, новое смещение оси и новые катастрофы. Эффект снежного кома. Божья кара, наказание, это, может быть, просто лекарство для того, чтобы я изменился. Чтобы я стал человечнее, чем был день назад. Конец света. Человечеству грозит гибель. Об этом говорят ученые и священники. Об этом предупреждал известный французский провидец Мишель Нострадамус. Так в письме к сыну Сезару 1 марта 1555 года он писал. Перед вселенским переворотом мир пострадает от многих потопов. Таких больших, что вряд ли останутся области, не затронутые водой. С неба будет падать огонь и горящие камни в таком количестве, что нельзя будет оставаться на одном месте. И произойдет это незадолго до последнего вселенского переворота. Откровение Иоанна Богослова. Самое таинственное и самое древнее из книг Библии. Ее называют Апокалипсис. Потому что она описывает конец света. Упала с неба звезда полынь. И третья часть вод сделалась полынью. И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Полынь переводится на украинский, как Чернобыль. Многие уверены, именно на аварию в Чернобыле, как на один из признаков конца света, указал Иоанн Богослов 2000 лет назад. Эта фотография сделана накануне аварии на Чернобыльской АЭС. Сотрудник электростанции, сделавший этот снимок, уверяется. Такие неопознанные летающие объекты он видел над атомной электростанцией последние две недели перед катастрофой. Владимир Савран сфотографировал Чернобыльскую АЭС всего за несколько дней до страшной катастрофы. Когда проявил пленку, заметил нечто странное. Это сам проем, это обрушение крыши, это элементы конструкции крыши, и вот это вот пятно. Необычное пятно очень напоминает летающую тарелку. По словам Владимира, фотографию проверяли специалисты. Никакого брака на пленке нет. В институте смотрели под микроскопом, и признали, что на негативах ничего там, подвоха никакого нет. Это действительно заснято то, что было там, на месте. С тех пор Владимир Савран часто фотографирует саркофаг Чернобыльского реактора. Вдруг объектив фотоаппарата снова уловит неопознанный летающий объект. Оно могло стать предвестником Чернобыльского апокалипсиса. Почему? Потому что НЛО видели еще и до аварии, задолго до аварии, в 83-84 году, кстати, многие наблюдали непонятные объекты. Ну, мы тогда с таким небольшим скепсисом относились к этому. Это кадры, сделанные за неделю до начала японского апокалипсиса, 3 марта 2011 года. В небе странные летающие объекты. Скептики сразу же назвали эти светящиеся плоские тарелки обычными самолетами. В Японии они взлетают практически каждую минуту. Но если приглядеться, пролетающие рядом самолеты кардинально отличаются от этих пяти объектов, повисших прямо в воздухе над побережьем японской префектуры Мияги. Уфологи в один голос говорят, это НЛО. Оно всегда появляется накануне самых страшных мировых катастроф. Так, например, 20 июня 1941 года в небе над Брестской областью видели неопознанный летательный аппарат. Через сутки немецкие войска вторглись на территорию СССР и началась Великая Отечественная война, унесшая жизни 27 миллионов человек. После Чернобыльской аварии местные жители считают, появление НЛО над Чернобыльской АЭС стало предвестником катастрофы. Пенсионер Иван Семенюк утверждает, в этом же месте он не раз видел НЛО с собственными глазами. Я побачиваю, летело воно из севера на юг. 14 огнев, и не висок он, не из коллектива. 14 дней, и лампочки горят. Иван Георгиевич и его жена одни из немногих жителей в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Они вернулись в родную Припять спустя несколько недель после эвакуации, несмотря на все запреты. Когда люди перестанут радовать Бога, когда христиане устанут быть христианами, жить по правде Божией, тогда история потеряет смысл. Откровение Иоанна Богослова Апокалипсис Самое мистическое из всех книг Библии. В ней говорится о семи ангелах, каждый из которых принесет с собой на землю беду. Пожары, наводнения, землетрясения, ту самую звезду Полынь, которая в переводе на украинский звучит как Чернобыль, и множество других катастроф. Эсхатологи, люди, изучающие конец света, утверждают, шесть ангелов уже посетили Землю. За последние полтора года на планете было зарегистрировано больше четырехсот стихийных бедствий. Это в два раза больше, чем за такой же период десятилетней давности. Землю пока не навестил лишь седьмой ангел. Последний. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Япония. Март 2011 года. Многие считают, именно эта природная катастрофа тот самый последний ангел. Огромное разрушение, абсолютное безлюдие, то есть это мертвая территория с какими-то катастрофическими разрушениями, чудовищными совершенно, как декорация к фильму «Катастрофа». И на вершине сложилось ощущение большой-большой беды. Япония – родина слова «цунами». С японского оно переводится как «гигантская волна в гавани». Казалось, что к подобным природным катаклизмам японцы были готовы больше, чем кто-либо другой. Но когда волной цунами смывало целые города, стало понятно – человеку никогда не укротить природу. Планета Земля просто сбрасывает, выплевывает нас со своей поверхности, как инородное тело. Может быть, это и есть тот самый бой между добром и злом. И этот страшный разгул с тихией – его первый раунд. Я раскрою все тайны. Конструктор Федерального ядерного центра Александр Филатов всю свою жизнь занимается научной калькуляцией. Называет себя скептиком и говорит, что привык опираться только на проверенные факты. Он предъявляет точный математический расчет. 23 декабря 2012 года в Землю врежется астероид. Размерами чуть меньше нашей планеты. Нибиру – огромная планета, в четыре раза превосходящая по размеру Землю, несется прямо на нас. В лучшем случае, по словам конструктора Александра Филатова, нашей планете грозят глобальные наводнения. Будет волна, огромная волна идти с запада на восток, Европу всю закроет, и неизвестно, эта волна докуда докатится. Может быть, и до нас докатится, что-то его знает. Худший вариант развития событий Нибиру может столкнуться с Землей. Интересно, что в преданиях большинства древних цивилизаций у майя, индейцев Хори и Маори, у ацтеков, инков и древних египтян существует миф о появлении в декабре 2012 года рядом с Землей некоего крупного космического объекта. Планету Нибиру шумеры называли кораблем, на котором живут боги. Параметры движения и орбита планеты действительно настолько поразительны, что многие астрономы склонны считать ее искусственно созданным и управляемым гигантским космическим судном. Астрономы предполагают, несущиеся к Земле планета может быть обитаема. Этот обломок астероида нашел недалеко от Москвы в устье реки Истры писатель Сергей Сухинов. Вот приблизительно там, где находится дальняя граница леса. И вот на ее границе с болотом я и обнаружил... Удивительно! В составе камня присутствует железо. Видите, как отклоняется стрелка, поднесенного к обломку компаса. Сергей предполагает, находка может быть посланием. В камне запаяны какие-то проводки и клеммы, похожие на микросхемы. Они достаточно хорошо видны при ближайшем рассмотрении. Вот его обычное положение компаса. Мы начинаем приближать компас к камню. И стрелка начинает отклоняться. Что это может значить? Сергей Сухинов отправляется в институт интроскопии, чтобы детально изучить камень под ультрафиолетовыми лучами, которые помогут выявить то, что не способен увидеть человеческий глаз. Да, немножко видно вкрапление, которое светится, но непонятно и в природе. Мнение специалистов однозначно. Железистые вкрапления в этом камне действительно есть. Там были элементы, которые по своему свечению отличались от фонового. Это да. Природа этих явлений неизвестна. Сергей Сухинов уверен, самое ценное в этом камне не его состав, а вот эти таинственные знаки, похожие на цифры и буквы. А вот знаки, первые знаки, которые я обнаружил на камнях. Сначала я не мог понять, к какому они языку принадлежат. Потом я понял, что большая часть знаков принадлежат древнегипетскому письменности. Несколько месяцев Сергей Сухинов сидел в библиотеках, дотошно изучал иероглифы всех древних языков. Прежде чем он смог расшифровать надпись на камне. Братья по-разному существуют, они рядом. Как будет выглядеть конец света? Многие эсхатологи, исследователи конца света уверяют, на земном шаре заговорят все вулканы. Европу затопят, Америку накроют невиданной силой цунами. Смерчи, ураганы и тайфуны за считанные часы снесут с лица земли города и страны. При этом есть мнение, что на земном шаре существуют особые места, где есть шанс спастись даже во время конца света. Эти кадры в 2008 году обошли все телеканалы мира. История из Пензенской области попрострига Петр Кузнецов увел за собой под землю ждать конца света 30 человек. Затворники пообещали властям совершить акт самосожжения, если им помешают. Саша, вы слышите здесь работы, да? Так называемые пензенские сидельцы ждали конца света 18 мая 2008 года, но так и не дождались. Двое из них умерло, на священника завели уголовное дело. Сейчас Петр Кузнецов лечится в психиатрической больнице. Этот плачущий старик отец Петра Кузнецова Иван Николаевич. Сегодня, спустя три года после трагических событий в Пензенской пещере, он впервые рассказывает всю правду о своем сыне. Кончил он институт строительный в Кузнецке. Делал завод какой-то. Пенсионер понятия не имеет, откуда у сына взялись идеи о конце света. Врачи, кто-то и знал, что у него с головой что-то нехорошо. Иван Кузнецов до сих пор не может поверить, что его сын стал пророком для десятков людей, заставил их сжечь паспорта, продать квартиры, бросить родных и закопаться в пещере в ожидании конца. Именно от мысли о конце света считает старик. Сын и сошел с ума. Помогите, если мужик придет хоть. Я живу в последний день. Суд направил Петра Кузнецова на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Он провел здесь уже больше двух лет. Врачам Петр говорит, что он давно забыл о конце света. Но в личной беседе с нашим корреспондентом признается, что ждет его по-прежнему. Правда, точную дату больше не называет. В виде есть, она написана в наших годах, но о времени мы не знаем. О времени никто не знает. Так мы подготовим всегда. Виталий Недогон один из тех, кто закопался под землю зимой 2008-го. Он и сейчас продолжает ждать конца света. Главный признак апокалиптического времени, самый главный, это не катаклизмы, по которым мы наблюдаемся. Потому что катаклизмы были всегда. Главный апокалиптический признак это начертание зверя. После затворничества трехлетней давности Виталий с женой и семью детьми остался жить недалеко от известной на всю страну пещеры в селе Никольском. Привыкаем к апокалипсису. Так проще потом переживем. Отказываешься от всего. От света, от газа, от всех удобств. Чтобы увидеть знаки апокалипсиса, далеко ходить не нужно, считает Виталий. Достаточно зайти в ближайший магазин. Здесь, в этом штрих-коде есть все. Здесь и здесь. Вот одни читаются аппаратурой, как три шестерка. Ваша ИНН, если вы так имеете, тоже так же читается. Последний признак конца света, указанный в откровении Иоанна Богослова. Тем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их и никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его. Я расстрою все тайны. Универсальный электронный паспорт, чип, который объединит обычные паспортные данные человека, его счета в банках, ИНН, коммунальные счета, адрес, вес, группу крови. Образец разрабатывается уже несколько лет и это действительно очень удобно. Не нужно стоять в очередях в банке, метро или аэропорту, провел по считывателю и идешь дальше. Чип будет маленьким и его действительно удобно вживить в руку, чтобы не потерялся. Говоря об электронной карте, электронном паспорте, я считаю, что вещь полезная. Никто не отменял научный прогресс и движение вперед. А создание такой карты и ее использование, конечно, это прогрессивные вещи и это полезно, ибо облегчает жизнь. Мечта полиции всех стран. В чип будет встроена метка, при помощи которой GPS-навигация в любой момент отследит местонахождение любого человека. Универсальная система контроля уплаты налогов и вообще универсальная система контроля. Толкователи Библии утверждают, именно это описал Иоанн Богослов 2000 лет назад как последний признак конца света. Будет она власть зверю и все богатые и бедные получат свое начертание, свой номер. Именно по этой причине Виталий Недогон сжег свой паспорт, как и все остальные последователи Петра Кузнецова. Сейчас даже детям при рождении дают собственный номер. Вот такой. То есть, что вот это мастерочек, что ребенок, они приравнят. бывшие пензенские сидельцы не единственные, кто со всей серьезностью готовится к концу света. До 2012 года, о котором столько написано и столько сказано, осталось несколько месяцев. Безработный Евгений Убийко к апокалипсису давно готовится. Последние несколько лет строит так называемый защитный модуль. Вот эта капсула может защищать от микроволнового излучения, от солнечной радиации, от отравляющих веществ, от ветра, сильного турагана, от каких-то землетрясений. Бывший военный конструктор признается, этот модуль будет современным Ноевым ковчегом. В нем в течение 40 суток в безопасности для жизни смогут находиться 4 человека. И даже если земля затрещит по швам модуль утверждает его создатель не потонет в волнах цунами, выдержит самое сильное землетрясение и самую большую лавину. Вот здесь базальтовая ткань будет 10 слоев с эпоксидной смолой. Таким образом мы получаем прочную абсолютно герметичную капсулу, ну как мыльницу. Она может плавать и она не пропускает угарный газ. у бывшего спасателя МЧС Дмитрия Лычакова свой собственный план спасения на случай апокалипсиса. Он делает в лесу тайники, так называемые схроны, где есть все необходимое для выживания. Это у нас идет сгущенка, вареная, обычная сгущенка. Также можно сюда комбинированные каши с мясом. В подмосковных лесах Дмитрий закопал уже три бочки таких схронов. И делиться ими он ни с кем не намерен. Сверху обязательно лежать нож с той целью, чтобы недоброжелатели у нас, скажем так, не завладели нашим имуществом, чтобы мы могли дать вовремя отпор. Успешный московский продюсер Алексей Бурда тоже решил застраховаться на случай конца света. Он пришел в московскую фирму по строительству бомбоубежищ заказать себе личный бункер для загородного участка. Остановился на варианте Дельта. Пены, допустим, составляют до 6-7 метров железобетона и в случае ядерной атаки они еще и двигаются. Стоимость подобных бункеров от 3 миллионов рублей. Но предложение пользуется спросом. Заказчик это вполне обеспеченный человек, у которого не 7-минутные желания, то есть которые связаны с какими-то отклонениями или еще с чем-то. Это совершенно обдуманное решение для совершенно обдуманных задач. Алексей Путник уже несколько лет занимается строительством частных мини-бомбоубежищ. Бункер который мы можем предложить спаленка небольшая обязательно тамбур шлюзы входные санузел помещение расположено генераторную установку. Официально на государственном уровне угроза конца света не признана ни в одной стране мира. Однако Соединенные Штаты Америки уже два года лидируют по количеству подземных защитных бункеров. На 200 американцев приходится 40 защитных сооружений. Готовы ли мы к концу света? Хватит ли на всех мест в бункерах построенных в советское время на случай ядерной войны? И спасут ли они в случае глобальных природных катаклизмов? К концу света человечество впервые начало готовиться во времена холодной войны. Теория ядерной зимы как перспективы третьей мировой войны доказанная советскими учеными напугала весь земной шар. США и Советский Союз на перегонки строили подземные убежища. Многие из них способны выдержать прямое попадание бомбы. Вот это на первый взгляд обычная автостоянка. Но под ней защитный бункер, где могут укрыться сотни людей. Сейчас мы с вами находимся в защитном сооружении гражданской обороны, которое по мирному времени используется гараж-стоянку. Здесь все готово к худшему варианту развития событий. Вот герметичные двери, которые не пропускают ни воду, ни радиацию. Выдержат и пожар, и взрыв. вы видите, что они особой конструкции, непростые двери, как, допустим, просто ворота в гаражах стоят. Вот автономный генератор. Это, так сказать, сердце защитного сооружения, которое позволяет питать все энергопотребители, если наверху произошла чрезвычайная ситуация. Баки для воды. Они не заполнены, то есть они наполняются в период подготовки защитного сооружения к использованию по прямому назначению. И таких сооружений по всей стране тысячи. Их строили в советское время и продолжают строить сейчас. Потому что, как выяснилось, удар может нанести не только потенциальный враг, но и природа. Правда, официально государства не признают конца света, но усиленно к нему готовятся. В том числе и Россия. В случае катастрофы нас готовы не только укрывать под землей, но и кормить. Это вы видите запасы сахара, которые там где-то за горизонтом кончаются. Это самый большой в мире подземный холодильник. Здесь хранятся товары первой необходимости. Продукты, одежда, различное оборудование, этакий всероссийский НЗ на случай природных катастроф, войны или конца света. По щучьему велению не бывает. Только по распоряжению правительства, президента идет отгрузка из наших закромов родины. Такие объекты раскиданы по всей стране. Но места их нахождения, размеры и объемы хранимых товаров секретная информация. Это является государственной тайной, которую определили соответствующие органы. Говорят, все население страны может питаться запасами таких холодильников целых три месяца. Но что потом? Я расстрою все тайны. Маниакальный страх конца света, новое психическое расстройство, популярное в наши дни. Мысль, которая сводит человека с ума. У него очень интересная история. Он у нас первый раз воскресняется в районе поселка Востоков. Он разрешает обращаться к себе по имени и отчеству. Мы не возражаем, если мы называем его Господь Бас. Это психиатрическая больница города Орехово-Зуево. Сергея забрали в клинику после того, как он напал с ножом на своего соседа. Решил, что тот воплощение самого дьявола. Сергей уверен, конец света близок. В Гиблии написано? Написано. Врачам не привыкать к подобным пациентам. Многих сводит с ума одна мысль о конце света. Если конец будет, так он для всех будет. Нет, все так умрут. В ожидании апокалипсиса человечество ждет подвоха от природы, от врагов из космоса, в общем, откуда-то извне. При этом пророки всех религий во все времена предсказывали, апокалипсис в первую очередь начнется внутри нас. Конец света это нечто, что происходит не за одну секунду. Этому должны происшествовать определенные события, так называемые признаки конца света, резкое похолодание, падение температуры. Вот этого мы пока не предаем. Скептики уверяют, слухи о конце света сильно преувеличены. Многие знаки Армагеддона на самом деле имеют простое и логичное объяснение. Так, массовый падеж птиц, по словам орнитологов, имеет вполне естественные причины. Птицы гибнут и десятками, и сотнями, иногда и тысячами, без кормницы, от разных других причин. Календарь индейцев племени майя действительно заканчивается 2012 годом. Но специалисты по культуре майя читают пророчества иначе. Точно на таких же инструментах индейцы майя праздновали День Земли, весеннего равноденствия. Матвей Кринин давно увлекается историей жизни майя. Он уверяет, майя, называя 12-й год годом конца времен, имели в виду не смерть, а перерождение. Если мы употребляем, например, такое слово, как апокалипсис, то, наверное, следует его употреблять в его исконном значении, как очищение. Очищение никому никогда вред не приносит. То, что индейцы майя не имели в виду никакого апокалипсиса, подтверждает и специалист по культуре майя Георгий Лазарев. Я хочу сразу развенчать миф про конец света, про 2012 год, якобы предсказанный по календарю майя. Георгий Лазарев утверждает, сами майя, потомки которых и сейчас живут в Южной Америке, смеются над мировой истерией вокруг их календаря. И про 21 декабря 2016 года они примерно говорят о таком ключе, нам важно пойдет в этот день дождь или нет. Что касается откровения Иоанна Богослова, священники подчеркивают точная дата там не указана. Никаких особых ребусов в откровении нет. Там есть мысль очень простая и понятная, что в мире охладеет любовь, как Господь говорит, и тогда наступит конец. Можно, конечно, купить себе бункер, бронированную капсулу или даже личный шаттл, чтобы пересидеть час икс в стратосфере. Кстати, места в шаттлах такого рода уже продают мошенники во многих странах мира. Не торопитесь покупать билет. Лучше откройте учебник истории. За последние 2000 лет конкретная дата конца света только официально объявлялась не менее 500 раз. Очень долго перечислять. Вот список дат Армагеддона. Последние два раза конца света ждали в 2009 по Нострадамусу и в прошлом году. По мнению некоторых ученых, пуск большого адронного коллайдера мог спровоцировать взрыв антиматерии, способной уничтожить нашу планету. Но пока что слава Богу мы целы. Берегите себя. Я по-прежнему буду с вами раз в неделю на телеканале РЕН-ТВ. Редактор субтитров